У покрышки я удалил вот эти два фейса, внутри которые, и сейчас мы с вами попробуем сделать уже диски. Почему попробуем? Потому что я уже пятый раз пробовал. Ну, надеюсь, сейчас получится. Так, начнем мы с того, что сделаем здесь мышь, названием цилиндр, положим его на, покладем ли, на бачок, тем что нажмем Rotation R и ось, скажем, X и 90 градусов. Все, мы положили, теперь насчем его уменьшать. Сделаем его вот таким, немножко больше, видите, чем он должен быть. И теперь по Y. Так, хорошо, выдвигаем. Нет, нет, вот это мы выдвигаем. И по Y тоже. Вот. То, что нам надо. А далее мы с вами поступим вот так, наверное, сейчас. Выберем этот фейс. Пойдем в объектах. Проследим, чтобы мучение было выбрано. Видит. Так, и пойдем в Y. Нажмем. Вот так. И теперь Extrude. Вот так. Теперь наш... Должно выглядеть как заглушка. Сейчас попробуем. Три, да? Попробуем загнать эту заглушечку туда внутрь. Ну, G и Y. Так. Ну, для этого нам надо в Wirefair зайти и смотреть. Выглядит она как заглушка. Ну, вроде как выглядит. Так, отлично. Возвращаемся. G по Y назад. Можем сделать немножко побольше. Выдвинуть ее, да? Сейчас мы ее выдвинем. Наружу. G и Y. Где-то вот так. Хорошо. А далее уже пойдем вот к этому фейсу. И тоже скажем ему Y. И вот где-то вот так. Я думаю, что аккурат будет. Дальше. E. И двигаем вот сюда. Красота. Остальное пока оставим так. Единственное, что здесь мы тоже E применим. И сделаем вот такую бабушечку здесь. То есть мы сейчас продвинем это по Extrude. Вот сюда вытянем. Дальше опять E. До вот такой дырточки, чтобы у нас было. И дырточку эту по E опять же подвигаем внутрь. Вот так. Вот такой у нас диск получился. Чудно. Но. Теперь бы нам желательно все это позакруглить. То есть я сейчас буду брать ребра. И над ними издеваться. Вот ребро. Alt. И начинаю Ctrl-B. Ну если ясно дело, она никуда не хочет идти. Почему? Да потому что. Вот этот бак мне в общем-то немножко поддоставил. Пойдемте в объект мод. Выделим эту штуку. И скажем, что объект у нас сейчас сбросит все настройки. Все. Все настройки сбросили. Теперь должно получаться. Идем. Может просто Bevel хватит. Если я сейчас Bevel к нему применю. Ну посмотрим. Было. Ну да. В принципе должно хватить простого Bevel. Чем каждую тянуть. Можем так сделать. Но мне этого недостаточно ребят. Слишком мало для меня. Назад. Еще раз на всякий случай все это сбросим. И пойдем. Теперь. Edit Mode. Возьмем вот этот сначала. Аль зажали. Водушик B. И начинаем тянуть и получаем ерундень. Почему мы такой ерундень не получаем. Потому что у нас эта модель она не связана между собой. Сейчас мы модифер применим. Где наш модифер? Так. Нет. Не это мы применим. Сейчас другой применим. Так. Где у меня модифер? Модифера здесь такого нет конечно. Которые. Применим в другом месте. Подождите. Ну то есть я попробую сейчас применить связку с этим. Если показывать что как попало. То давайте попробуем связочку сделать. Связочка будет так. Alt M. Скажем дистанция. И вот здесь поставим 0.06. Там 0.00 и стоит. Ну 0.06 попробуем. Ну да уже допустим можем допустим 0.9 сделать. Вот так. По-моему теперь должно у нас связаться. И этой лажи не должно произойти больше. Так. Мы возвращаемся с вами теперь в режим. Так. Выделим. Еще раз. Да. Ну все так. Должно получиться. Все. И теперь. Ctrl D. Ну вот видите. Теперь все нормальненько. И мы можем тут делать. Кругленькие фасочки. Да. Вот. Я говорю. Тут. Такая. Штука творится при мне. Я не знаю. Так. Этот мы оставим такой. Как он есть. А вот здесь то мы подзагнем малость. И Ctrl B. Такой вот. Кругленькую. Такой вот. Кругленькую. Такой вот. Кругленькую. Внутри вот тоже сделаем кругленькую. L. Ну и осталось тут немножко еще запруглить, и у нас диск готов. Кроме как вот здесь еще надо сделать тоже кругловато. Так, чтобы она не выглядела, как будто только что выскочила. Как правило, это не будет видно, поэтому мы не будем делать. То есть вот такую мы сделали, но это не все, ребята, здесь надо наделать дырочек, штук пять. Поэтому сейчас и будем делать их. Ну, с другой стороны, если мы их сделаем, то мы не сможем в других моделях использовать. Поэтому я предлагаю вот что. Объект, вот. Вот, мы берем эту штуку, садим ее на место. Место у нее будет, сейчас посмотрю какое-нибудь место по игреку, да? И по игреку мы это, дын-дун-дун-дун-дун-дун-дун, ставим. Вот сюда поставили. Прекрасно. Пивот у нас ушел хрен знает куда. Посему давайте мы его на место поставим. А еще лучше, потому что я хочу сейчас сделать меру. Еще лучше мы его поставим сейчас в 3D-курсор. Вот, видите, он встал в 3D-курсор. Чудно. Что еще скажешь? А далее, очень просто, мы идем с вами в дефир, возьмем меру по оси, какая у нас ось там. Вот она наша эта ось. Она встала. Ну, чудно. И вот у нас, наконец, появилось вот это самое колесико, которое мы будем с вами использовать сегодня для мотоцикла. И если мы с вами пойдем опять же в шейдинг, да, мы видим, что я изменил шейдинг. То есть я сделал пластмассу. Видите? Я убрал спекуляр, то есть отражение убрал. Вот можно тут, да? Я убрал отражение. Я сделал поменьше шумов. Сделал более блестяще. Ну, пластмассовый вот. Но нам надо это теперь сделать. С этой нам проще. Мы возьмем новый материал. Так. Возьмем металлик. Вот так. Вот так металлик возьмем. Ротнис уберем у него. Вот он прям блестит весь. Вот так. И теперь, если мы его попробуем. Ну-ка. Жендернет нажать. Эээ. Все. Хорошо. Ну, вот так у нас вполне устройство, правда? Вот. Ну, пока так и оставил. Все. На этом.